добрый день наши будущие мамы наши дорогие будущие папы возможно то о чем сегодня пойдет речь будет интересно и для вас у нас существует наш youtube канал уже не первый день и даже уже не первый год и очень много вопросов задают женщины в различных соц сетях тех вопросов которые интересуют их перед родами или вопросов которые будут связаны с ребеночком вопросов которые связаны с состоянием их беременности с врачами я сегодня постараюсь ответить на некоторые из них и надеюсь что эта информация будет вам полезна первая тема которую я хочу сегодня с вами обсудить это о чем поговорить с доктором если вы хотите заключить контракт с доктором народы с доктором или с акушеркой очень актуальная тема многие женщины выбирают доктора по советам знакомых по советам подруг у кого-то кто-то знакомый работает в родильном доме и могут подсказать с кем лучше всего рожать когда женщина выбирает доктора или акушерку прежде всего что она хочет получить она хочет чтобы рядом с ней оказался счет профессиональный человек у которого хорошая статистика профессиональная и человек который по своей человеческой сущности достаточно милосердный чтобы быть рядом женщины и помогать ну вообще как показывает статистика женщинам в родах самое неприятное даже не боль и даже не время которые им приходится это все пройти терпеть самое неприятное для женщин это состояние одиночества когда у тебя идет такой серьезный важный процесс достаточно болезненный и в это время просто никого может не оказаться рядом и женщине хочется чтобы ну вот может быть даже не держали бы ее за руку а вот кто-то был бы рядом в поле зрения когда она обращалась бы своим взглядом к этому человеку а он и кивает говорит все хорошо молодец дышит поэтому женщины сейчас часто стараются подстраховаться и заключить какой-то контракт ну в различных городах различных родильных домах знакомство с доктором и с акушеркой происходит на разном сроке беременности но чаще всего если беременность протекает вполне хорошо врачи стараются пригласить женщину на встречу когда уже она вышла в декрет когда у нее достаточно большой срок когда у нее есть несколько результатов узи различные анализы тогда как-то более предметный разговор может состояться по поводу плана ведения родов и всего остального какие вопросы вы можете задать доктору при вашей первой встрече первый вопрос который обычно интересует женщин сколько раз до родов надо встретиться с доктором но здесь будет определяться очень индивидуально чаще всего если вы пришли на первую встречу обсудили с доктором что теперь вы уже звоните мне только на роды получается что состоится только одна встреча вообще я рекомендую идти на знакомство с доктором вместе с мужем потому что у женщин могут быть одни вопросы а у будущего папы совсем другие потому что он переживает за результат родов не меньше чем мама и возможно он захочет обсудить с доктором как часто он сможет звонить доктору когда уже жена в процессе родов до или вынесет ли доктор ребеночка папе показать а потом будет сидеть где-то может быть приемном покое там ждать результат поэтому пусть папа будет рядом но к тому же врачи когда к ним приходит семейная пара видит но всю серьезность намерений и мне кажется тогда даже разговор становится какой-то более конструктивный очень важный момент который вы должны поймать у себя ваше психологическое состояние после встречи с доктором должно быть очень приятное для вас комфортное если вы встретились с доктором и у вас на каком-то может быть интуитивном уровне возникает ощущение что как-то не вызвал он у меня доверие возможно стоит поискать кого-то еще или задать доктору какие-то дополнительные потом вопросы для того чтобы ваших сомнений не было потому что когда вы приедете рожать вам надо чтобы ваша психологическая совместимость с персоналом в том числе и с этим доктором была полная у вас должно быть взаимное доверие для общего результата часто женщины спрашивают вообще можно ли позвонить доктору с которым мы договорились на роды не тогда когда начались роды а когда меня что-то беспокоит мы ведь вроде договорились только на роды этот вопрос надо с доктором обсудить потому что если днем вы можете еще сходить в женскую консультацию или вы можете там позвонить подруге которая недавно рожала да и у мамы спросить маму вот у меня так что-то подтягивает болит то ночью на эти вопросы может ответить только доктор с которым вы договорились на роды для доктора тоже важно знать что происходит с вами незадолго до родов для того чтобы потом правильно строить введение родов еще один очень животрепещущий вопрос очень часто женщины спрашивают вот какой интервал между схватками должен быть чтобы я уже могла позвонить доктору и смело сказать что я рожаю но если вы поговорите с врачами обычно они говорят когда схватки пошли через 5-7 минут можете мне звонить и собираетесь в роддом да вы позвонили доктор вам подсказывает что в этом случае делать кому-то говорит ну наверное еще пока слабенький давай еще полчасика дома посиди и потом мне перезвони да кому-то наоборот говорят что давай собирайся поезжай в роддом потому что мы должны еще учесть какие факторы ну в маленьком городе доехать до родильного дома можно быстро а в большом городе наверное все-таки стоит выезжать в роддом заранее чуть пораньше поэтому доктор может прямо по телефону вас как-то сориентировать что вам делать в том числе вы обсуждаете с доктором вопрос если у меня отошли воды что я делаю еду в роддом а потом звоню вам или начале звоню вам потом еду в роддом у вас по идее должен быть до родов ответ на любую ситуацию которая ну гипотетически может возникнуть и когда вы разговаривать со своими знакомыми вы как раз выяснять какие же там у них были ситуации да